добрый день дорогие друзья с вами капля и мы продолжаем говорить об отцовстве влияние отца его ответственности и сегодня я хотел бы начать говорить на небольшую тему о наказание или дисциплинировать я более чем уверен что дисциплинирование детей это прерогатива папы не потому что отец сильнее но потому что отец авторитетнее чем выше авторитет тем больше требований и обязанностей и так мы как отцы должны быть теми людьми которые дисциплинируют своих детей если мы будем перекладывать это на матерей которые в принципе должны быть найти таким гнездом объятиями теплом любовью не строгостью любовью мы сами своими руками перекашиваем вот эту вот лодку родительских отношений родительского влияния в сторону матери поскольку мы говорим о том что мы как отцы должны быть более вовлеченными нам необходимо принять свои обязанности и так одна из важнейших обязанностей отца состоит в том чтобы быть тем кто дисциплинирует своего ребенка и в последующих программах мы поговорим с вами о том каким образом это необходимо делать что допустимо а что не допустимо сегодня я хотел бы начать с одного из главных таких оснований для дисциплинирования это понимание мира своего ребенка зачастую мы с вами бываем такими людьми которые не особо задумываются над тем что чувствуют или переживает наш ребенок когда он совершает те или иные проступки зачастую наши дети они не сидят и не думают как бы им нарушить правила чтобы им сделать такого что принесет нам огорчение как бы сломать что-то там или испортить те или иные вещи это не так дети скорее всего просто играют они заходят за рамки не замечая этого потому что мир их внутренний мир их фантазии их жизнь в игре и так далее она гораздо шире те храма которые мы с вами нарисовали для себя и для них для нас наша квартира это зал кухня санузел спальня кладовка и так далее для детей это нечто иное это волшебный лес это море это пещера дракона это еще какие-то очень потрясающие сказочные вещи и когда мы с вами вторгаемся в это царство исходя из наших бытовых представлений о том что окружает нашего ребенка мы разрушаем вот этот хрупкий детский мир и когда мы с вами наказываем ребенка не понимая почему он перешел границы не понимая тот мир в котором он в данный момент живет мы наносим ущерб нашим отношениям разрушаем доверие разрушаем то что было построено что нам нужно делать для того чтобы понимать мир ребенка нам нужно опуститься на его уровень чем больше вы играете с вашим малышом чем больше вы входите в этот мир чем больше вы привносите какие-то особенности допустим придумывая новые сказочные персонажи там и так далее новые какие-то обстоятельства тем больше вы понимаете что наказывать зачастую не за что я приведу один очень простой пример моя дочь играет в куклы и очень часто она может оторвать кукле ногу или она может ее бросить куда-то или у нее там еще какие-то не очень правильные вещи и меня это немножко раздражало я пытался дисциплинировать говорить давай убери это пытался убирать вместе с ней но это не помогало до тех пор пока я не попытался поиграть в эти кукольные игры вместе с ней мы начали принцы принцессы драконы реки и так далее и так далее и так далее и так далее целое театральное знаете такое действие было и мы настолько заиграли что я не заметил как я делаю ровно те же вещи которые делала моя дочь где-то мы бросили куклу которая погибла в сражении где-то мы оставили что-то кому-то там ногу оторвало кого-то дракон унес на шифонеры оттуда свисает голова и волос этой куклы и пришла наша мама и сказал что вы натворили и я понял что она как бы пришла из другого мира если вы хотите быть адекватным в дисциплине вам в обязательном порядке нужно понимать мир в котором живет ваш ребенок и очень часто чтобы он не переступал границы необходимо просто помочь ему понять ту вот знаете между да за которой реальный мир и помогать ему просто выходить из этого состояния игры за обеденный стол например или то что пора спать поэтому если вы хотите быть хорошим таким дисциплинирующим фактором жизни ребенка вам нужно понимать его